Начинаем наш второй уже круглый стол, посвященный теме проблемы системы расселения Российской Федерации, перспективные пути и их решения. Сегодня у нас в программе доклад Сергея Георгиевича Бежавы, заслуженного архитектора России, заведующего кафедры градостроительства Восковского федерального института. Доктор, профессор, академия, академия, акцентуры, строительства и науки. Первая часть он нам расскажет про клипы нашего государственного института. Система расселения восточных регионах, потому что в западных, ну, у кого есть, в западных, восточных. У нас уже до 21.01. Первая часть, потом 1. В этом году мы сидим, у нас обсуждение до 21.01. Ну, может быть, не перестанем в детстве, как остальные. Александр Андреевич Скокон, директор архитекционного бюро Остоженко. Кирилл Кладкий, главный архитектор проекта бюро Остоженко. Анна Козлина, научно-института, учитель, не экономика, экономист, аналитик. Александр Виноградов, экономист, аналитик, амблиц и экономика. Научный руководитель НИС-НИЭКОНОМИКОЛЕГО В.Григорьев. Евгений Александрович Гурович — Советник Президента Союза Архитекторов России по градостроительству. Дмитрий Евгеньевич Фисенко — Главный редактор журнала «Акхитектурный рейсник». Дмитрий Степановшкин — ГАП «Урбаника» Московского района. Максим Ленианович Перов — ГАП и замдиректора Института Центрального планирования «Урбаника». Борис Владимирович Гандельсман, также кафедра градостроительства Московского футбольного института. И? Петерок надежных, интервью с тем, чем разница. Окей. Ладно, Гарри Викторович, пожалуйста. Вот я в последнее время часто показываю эту картину, потому что, как я выяснил, большинство людей и в России вообще не представляет себе, что такое Россия. Вообще ее размеры. Значит, вот это вот, вот это вот, европейские страны, Польша, Германия, Италия, Великобритания, Франция. Вот это. Вот это весь Евросоюз. Вот это государство. Для чего я это говорю? Я это говорю для того, чтобы мы не увлекались аналогиями с Францией, системой расселения Франции или системой расселения Великобритании. Ничего общего с нами они не имеют. А мы все время агломерации, агломерации, бесконечные агломерации, хотя они совсем у нас будут, видимо, уже. Итак, на территории. Да, сейчас Москва достигла дневное население примерно равное население Австралии. Невое население Москвы. И Австралия. Австралия. Континент в целом. Причем-то Австралия еще у нас может поместиться раз в четыре еще даже вместо. А это, я считаю, что система расселения у нас абсолютно индивидуальная, и надо работать с ней по индивидуальной программе. Вот это физическая карта России. Обратите внимание, вот это вот европейская часть, а вот это восточная часть. И самые сложные ситуации, морные, находятся именно на востоке. Поэтому, да, и еще реки идут вот так вот мощные. Поэтому продвижение на восток в России всегда было очень большой сложностью. Ну, например, когда дошли до Иркутска, дальше горы. Причем такие горы, все с трудом там пробираются. Здесь, на горе, о нем я тоже потом скажу. На востоке в городе. И ели. Поэтому продвижение было очень медленным и спокойным. Ну, это эконом-биографы. Они считают, что вот основная зона расселения и хозяйственного освоения России, вот примерно вот эта зона. Хотя, в большинстве европейцы считают, что вот это у нас государство, а это все зона, где жить не возможно. Ничего подобного. Вся вот эта зона применима и для жизни, и для даже соисково-хозяйственных активов. Поэтому, надо обратить внимание на то, что у нас, даже без зоны севера, вот такая вот, такая территория активного слоя. Причем, по вот этой самой, по вот этой зоне проходит у нас транспорт. Он проходит от Петербурга до Владивостока. Обратите внимание, построен 100 лет назад. И построен, ну, построен, ну, там, несколько стадий, но первый поезд прошел во Владивосток за 10 лет после начала строительства. Еще раз повторяю, 10 лет, сколько здесь лет, я не говорю о рельсах, я говорю о мостах. За 10 лет, тысячи лет у него пришел, 7 огромных лет. За 10 лет, но он дошел до Иркутска, дальше он от Читы пошел в Китай и через Карлин пришел. Но все равно, это за 10 лет, дальше, к 16-му году уже, уже прошел через, через Хабаровск, вот этот путь. Для чего я это говорю? Если бы этот путь не был построен, ну, о второй войне, второй мировой войне говорить нечего, потому что сибирские дивизии, когда выяснилось, что Япония воюет с Америкой, их оттуда сняли, и они спасли Москву фактически. Поэтому, ну, я не говорю о Первой мировой войне, я не говорю о хозяйственном значении этой магистралии. А теперь я делаю паузу. Средняя скорость, это по данным РЖД, по этой дороге, 40 километров в час. РЖД. 17. 17 еще лучше. Это, наверное, 17 грузовая, а 40... Да неважно, ну, хорошо, это же... Теперь, как вы знаете, в Китае экспресс идет, шанхайский, во всяком случае, я сам ездил, 430 километров в час. 430. Вход. Это крейсерская. А? Это крейсерская. Ну, крейсерская, мейсерская, все равно это 400, а не 17. Дальше, японский, вот этот шанхайшенский экспресс, который ходит из Токио, вот этот самый, в Осаду. Ну, там около 800 километров все-таки, там это немало расстояние. Он 220-230, ходит уже лет 30. Спокойно, совершенно ходит. Дальше. Французы разогнали поезд, ну, правда, он потом весь стал дымиться, но до 575. Для чего я это бываю... Да, китайцы, я говорил с этими людьми, которые поездами занимаются, они говорят, что скорость вообще никого сейчас не интересует. Интересует безопасность. Потому что чем выше скорость, тем сложнее с безопасностью. 17 километров в час. А это основная дорога, которая связана акваторией Атлантического и Тихоевропяна. Единственной, больше нет такой. Какой-то этот самый, тут кидается этот самый шелковый путь. Вот. Вот. Ничего больше не надо. Таким образом, я начинаю сначала с того, что скажу свои сображения в Китайский-Бирском регистрале. Потом мы посмотрим уже север. Потому что здесь две проблемы. Это Транссибир и Севера. Начнем. Вот это Транссибирское регистрал. Ее все знают. Она 10 тысяч километров. 10 тысяч километров. А по Европе 100 километров проедем уже две страны проедем. Поэтому, опять же, сравнивать невозможно. Надо, я считаю, прежде всего, сделать эту медмагистраль настоящей. То есть, что такое настоящая? Это значит скорость, я считаю, 300. Вот у нас, мы говорим, что у нас эти сапсаны 300, они еле и 100. Вот. Такое стабильное 300. Это значит, из Владивостока в это за полтора дня. А что это значит? А это значит, что все люди, которые здесь сейчас не селятся, отсюда уезжают. Им будет, чтобы в Подмосковье полтора часа добираться до центра, что здесь добраться до, ну, до Иркутска, до Томска, до Новосибирска, Екатеринбурга. Следовательно, мне кажется, основная проблема расселения – это скорость. Теперь, что там творится? Значит, вот это вот городские глумерации в России. Вот они все расположены по Транссибирской магистрали. Здесь их много, там их почти нет. А вот это потенциал. Потенциал. Посмотрите. Не хуже, чем… Вот, пожалуйста. Весь этот район может быть совершенно спокойно освоен. Мы его не осваиваем и не дружим. А собирается увеличивать наши глумерации до совершенно неприличных размеров. Как это сделать? Надо ввести настоящую дорогу 21 века. А что это значит? Это значит скоростное движение на выделенные магистрали. Это значит, грузовое движение ни в коем случае не связано со скоростной магистрали. Это значит, что в тех местах, где большое количество населения, надо делать электричкой. Потому что здесь будет 7-8 станций. Поэтому к ним надо подлежать. И там, где много народу… Ну, так американское метро устроено. Там идут три метра. Скоростная, средняя и мелкая. То же самое надо делать здесь. И, кроме того, это должна быть не просто магистраль, а, если можно так сказать, русло расселения. То есть здесь должна идти вода, электричество, энергия. Все должно идти по ней. Для чего? Чтобы в каждом месте можно было организовать… Ну, как город. Почему все едут в город? Потому что инфраструктура городская и дает возможность подключения. Если мы сделаем это по Краснодарской магистрали, то в любом месте. И стоимость земли здесь другая, чем в городе. Город или так же? В Москве, например. Что угодно построить, а что-то нести. Пожалуйста. В любом месте. В любом месте. Мало того, здесь огромное количество мест заповедников, мест для отдыха, мест добычи, чего угодно. Но ее надо сделать настоящей магистралью. И тогда не надо будет давать, наделать на востоке, а люди и сами, им здесь будет дешевле и лучше. Таким образом, надо вдоль магистрали, 20 км в обе стороны, делать систему расселения, чтобы там появлялись города, сады и все что угодно. И чтобы люди начали здесь селиться. Но, если мы не сделаем хотя бы 300, никто там селиться не будет. Потому что одно дело до Москвы доехать за полдня, другое дело ехать неделю. Самолет, самолет другое дело. Самолет тоже имеет свои недостатки. Это аэродром, это пересадки, это вещи и так далее, и так далее. Потом ты приезжаешь и там тоже. Благоустроенный поезд не зря во всей Европе сейчас поезда увеличивают свои скорости и поезд становится таким. Поэтому я считаю, что вот эта поездная трасса сможет, надеюсь, все-таки как-то перетащить туда население. Потому что Москва уже... А как перетащить? Какие города? Как здесь все они должны развиваться? Ну, это отдельный вопрос. Сейчас я не хотел бы им заняться. Но я считаю, что это должны быть небольшие города, которые могут собираться в агломерацию. Но не одна такая вот. На помойке это бурьян растет. Там, где ему хорошо, там и растет. А должны быть организмы четкие, причем сделанные по стандарту 21 века. А что это значит? Инфраструктура вся при нем. Потом в конце я вам покажу для меня, что является образцом. Ну вот, где-то я так себе представляю. Это вот Становой Хребет России. Становой Хребет России. Где заводы, фабрики, научно-исследовательские институты, где-то природа. Вот если мы это сделаем, то мы победили. А кто против нас? Не знаю. А вокруг дороги медведь. По большому счету... Подождите, до конца будете меня критиковать. Теперь, значит, смотрим, что происходит. Вот это на транссилл. А это бан. Бан, если вам известно, вот до сих пор был построен еще раньше. До лета. Почему? Потому что надо было снабжать Якутск. Надо было снабжать летний залоз, так называемый. Поэтому здесь огромный порт Лена. И с него, правда, шли... Шел Якутск. Сейчас... Мне вот тут сказали, что до Якутска дошла колесная дорога. Уже сейчас. Правда, она еще не открыта официально, но дошла. Правда, еще мост надо строить, потому что она на этой стороне. Значит, вот это бан. Но... Сейчас РЖД предлагает построить СЕФСИ, так называемый. Он в нефтеносные районы забирает и присоединяется сюда, как раз в Усть-Кутле. Таким образом, Транссибирская магистраль получает дублера. Сейчас мы перенесемся сюда. Здесь довольно интересное место. И одно из интересных мест — это Сахалин. На Сахалине сейчас есть железная дорога, которая доходит до всех. Но она не соединена с материком. Значит, еще при Сталине здесь копали тоннель. И остатки его существуют. И даже, как мне рассказывали, есть посредине вот этого пролива. Там есть такая душина, судя по всему, там какие-то есть. Во всяком случае, что вход в тоннель есть, и фотографии увидим, и что сам тоннель копали — это тоже есть. Отличие для того, чтобы соединиться с материком, соединиться с Комсомольском и с Хабаровском. Здесь же огромные заряжения частной нефти. Вот здесь, на музее. То есть на шельфе. Теперь, что интересно? Интересна вот эта бухта. Так называемая бухта Анима. Причем здесь и Сахалинск рядом, и порт Корсаков. Эта бухта не замерзает. Если даже Владивосток замерзает, то эта бухта никогда не замерзает. И ее такое не очень мощное исследование, ее использование, потому что нет соединения с другими дорогами. Если вот эту вот дорогу провести, а она, в общем-то, намечалась когда-то, то эта бухта может стать очень значимой, иногда не просто. Теперь перейдем на север. Значит, РЖД, вот этот вот маршрут, который я здесь изобразил, это из данных РЖД. Это, это ни в коем случае, не моя фантазия. Это такая трансполярная магистраль, которая связывает Петербург и Берингов проект. Значит, по этой магистрали, эта магистраль не связана с портами, и может быть связана, и надо развивать это потом, скажу почему, по всему-всему. Первое, что на этом пути у нас, ну, эта часть довольно исследована, и потом здесь много железных дорог, а вот начинается с Ямала. На Ямале сейчас очень мощные газовые жиженвандазы месторождения. Месторождение и заводы тоже там стоят сейчас жиженвандазы. Причем, если железная дорога намечалась на Харасаде или Новый порт, то сейчас здесь, здесь находится Сабета, который сейчас лихорадочно развивается. Вот Сабета. Отсюда по всему миру должен идти жиженвандаз. Вот. От Совета, это естественно, я взял... У кого надо? Ну, ничего. В открытом доступе. В открытом доступе. В открытом, конечно. Так что главные Советы становятся очень важным местом. Должен отсутствующих экспортеров, сколько это приказано. Теперь, дальше. Вот эта трансполярная магистраль, она связана с вот этой вот зоной транссилла. Видите, в нескольких местах есть связь. Здесь очень тяжело, здесь горы, и поэтому есть идея через Туру сделать маршрут, но пока я его нигде не встречал. Здесь, значит, начинается. Здесь, во-первых, вот здесь идет ответвление на Петропавловск. Сейчас там нет железной дороги. Есть ответвление на Магадан железной дороги. Ну, и соединяется с Петропавловском. Значит, в следующем, после, вот здесь, на рейсах, а вот дальше идет плато Патарана. Гигантское плато по размеру оно равно Германии примерно. Это плато Патарана. Там оно до революции открыто, и там вся таблица Менгелеева, все там есть абсолютно. Очень трудно ее осваивать, потому что очень интересный и сложный рельеф, поэтому даже с вертолетом там трудно появляться. Но сейчас большая часть Патараны является заповедником. А вот это вот, обратите внимание, вот это вот, вот это, чуть-чуть сюда припаснулся на рейс. То есть он только-только царапает эту огромную, огромную территорию, очень интересную и очень насыщенную полезную ископку. Значит, при Сталине дорога из Воркуты начинала, должна была дойти до, и дальше пойти на Патарану, кстати говоря. Ну там, Сталинской дорогой я не буду рассказывать о ней. Тоже очень интересная история. Как ее потом бросили, разобрали. Ну вот этот плато Патарана, тут 30 тысяч озер, водопадов. В общем, это сейчас. Таким образом. Теперь новое, новое. Патаран, как вы знаете, собирается азиатские, восточно-азиатские страны, собирается в Европу попадать не через канал, а через сель. это примерно одну треть уменьшает маршрут движения. Потом, начало, это пиропалус. Считается, что отсюда они пойдут. Здесь наши ледоколы, ледокольный плот, там сейчас у нас совершенно невероятный темп, не устраивается, на сколько будет. И вот он идет, значит, туда, в Европу. Но, естественно, что по ходу этого движения должны быть какие-то городки, города какие-то. Потому что, если что, идут караваны, караваны судов совершенно разного свойства и назначения. То есть, судя по всему, Аннадырь, и Мех, дальше Тикси, дальше Катанга, ну, а здесь уже около этого, наверное, станет советом. Ну, я не говорю, советом, наверное, станет вот это вот, которое сейчас. Пиропольный плот ведет караван. Строятся гигантские корабли, причем, как ни странно, не все атомные, а строятся и дизельные. Строятся сейчас только взамен порезанными металлами. Что? Строятся сейчас взамен порезанными металлами. Настолько я знаю, взамен порезанными металлами. 50 лет победы дался из новых недавних лучших строек. И очень большой атомный плот. И считается, что через несколько лет будет наш этот самый ледокольный плот будет самый мощный мир. Ну, это, естественно, не только провод судов, но и военные тоже. Ну, тоже вот это одно мое. А теперь, что там делать? Вот там городки должны быть или достаточно этих самых вахтинных поселков. Ну, вот это такой наиболее современная форма вахтинного поселка. Но врачи считают, что это очень бредно, когда ты так много месяцев находишься в теплом хорошем климате, потом тебя перегидывают. И главное там не только холод или что-то еще, но и нож. Вот эта вот ночная депрессия, она очень сильная. И поэтому это, конечно, будет использоваться. И использоваться очень много. Но я все-таки считаю. Ну, вот он, вахтинный поселок такой типичный. Раньше было очень много там станций, метеостанций и так далее. Они выглядят примерно вот так. Есть и города. Ну, так вообще... Вроде бы это... А? Нарис. Да. Слова КПСС отсюда видно. Видите, снега здесь довольно много. Вот. Да. Встает вопрос. Что нам дальше это продолжать? Пятиэтажки строить? То есть везти туда на корабли. На кораблях. Кирпич. И вот так вот строить эти дома. А, наверное, все-таки надо делать какие-то другие вещи. Ну, например, есть предложение вот делать дома с такими... Ну, как бы кожухами, которые будут раскрываться летом, закрываться зимой. Но есть и более... Ну, это... Это, скорее всего, подходит на континент. Но если говорить о морских портах... Ну, вот, например. Многие говорят, зачем нам города под куполом? А я именно о них и буду говорить потом. Когда... Так приятно выйти на улицу. Значит, вот эти вот...